Закон о государственном бюджете Республики Узбекистан на 2024 год подписан президентом. Утвержден государственный бюджет Республики Узбекистан на 2024 год. Законом установлен предельный чистый объем государственных ценных бумаг, выпускаемых от имени Узбекистана, в размере 25 трлн сумм, а также предельный размер дефицита консолидированного бюджета Узбекистана на 2024 год в размере 4% от ВВП. Согласно закону, в полном объеме перечисляются в бюджеты районов и городов, в том числе следующие виды налогов. Налог на имущество физических лиц. Земельный налог с физических лиц. Налог на доходы физических лиц, уплачиваемый физическими лицами на основании декларации о годовом доходе, получаемом от сдачи имущества в аренду, а также уплачиваемый индивидуальным предпринимателем. Налог за пользование водными ресурсами за исключением налога, уплачиваемого электростанциями. Налог за пользование недрами по нерудным строительным материалам. Продолжаем выпуск. Законом о внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан. Внесены изменения и дополнения в некоторые законодательные акты. Например, согласно внесенным изменениям в закон о семейном предпринимательстве, субъектам семейного предпринимательства без образования юридического лица предоставлено право нанимать до пяти постоянных работников с заключением с ними трудового договора. Ранее было до трех работников. Также предоставлено право участнику одного семейного предприятия быть одновременно участником другого семейного предприятия. Согласно внесенным изменениям в Таможенный кодекс государственным и негосударственным спортивно-образовательным организациям предоставлены льготы в виде освобождения от уплаты таможенных пошли на 50% на импортируемые для собственных нужд специальную спортивную одежду, обувь, спортивный инвентарь, снаряжение и оборудование. Законом о внесении изменений и дополнений в экономический процессуальный кодекс Республики Узбекистан в связи с совершенствованием порядка проверки законности и обоснованности судебных решений внесены изменения и дополнения в экономический процессуальный кодекс. Одно из изменений заключается в том, что введена фаза рассмотрения дел, рассмотренных в апелляционном или кассационном порядке областными и приравненными к ним судами, в ревизионном порядке в данных судах. Отменен порядок направления дел судами апелляционной и кассационной инстанции на новое рассмотрение в суды первой инстанции и на них возложена ответственность за вынесение окончательного решения по делу. Судья, принимавший участие в рассмотрении дела в суде ревизионной инстанции не может участвовать в рассмотрении этого дела в суде первой апелляционной или кассационной инстанции, а также при пересмотре дела в ревизионном порядке в суде вышестоящей инстанции. С этими и другими новостями законодательства вы можете ознакомиться через телеграм-канал Министерства юстиции «Правовая информация». Всего доброго, до свидания.